Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь. Вопрос 3984. Том 28. Если сначала речь шла только о признании друг друга между Московской Патриархией и Русской Православной Церковью за границей, то что же так быстро все изменилось и на пользу ли сие будет? Как лично вы на это смотрите? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Происшедшее показало, что нигде ничего не изменилось в духовном плане. Так что и плакаться пока не о чем, а надо трудиться и показать себе, что Христос с нами. В Библии вообще нет слов объединения, объединяться, и потому нужно нам быть едиными со Христом, согласно Слову Его Вечного. Цитата. Объединение Русской Православной Церкви за границей, РПЦЗ и Московского Патриархата вновь переносится на неопределенный срок. Такой вывод можно сделать из прозвучавшего на днях заявления представителя РПЦЗ митрополита Лавра Шкурлы. В своем послании участникам неочередного съезда Сиднейской и Австралийской Новозеландской епархии РПЦЗ, который состоялся в Сиднее в начале декабря, иерарх отметил, что на сегодняшний день можно говорить лишь о, цитата, примирении обеих частей РПЦЗ, но речь не идет о, цитата, присоединении и, цитата, слиянии с московским патриархатом. По словам иерарха, формой церковного общения станет совместное служение в рамках двух совершенно отдельных церковно-административных управлений. Это, безусловно, подразумевает, что зарубежная церковь настаивает на сохранении своей самостоятельности во всех административных, хозяйственных и пастырских делах, цитата. Мы останемся тем, чем были до примирения, самоуправляемой частью Русской Церкви. Никто не будет вмешиваться во внутренние дела нашей Церкви. Архиерейский собор Русской Зарубежной Церкви будет продолжать назначать архиереев на кафедры. Наши правящие архиереи будут назначать священников на приходы. Что же касается имущества, то владение недвижимостью и иным церковным имуществом регулируется законодательством стран пребывания нашей Церкви. Перемены в этой области не только не имеют смысла, но и практически осуществить весьма затруднительно. Кавычки закрываются. Так, глава РПЦЗ определил свою позицию по вопросам дальнейшего сближения с Московским Патриархатом. Это заявление, прозвучавшее в преддверии предстоящего Всезарубежного собора РПЦЗ, который примет окончательное решение, стало, цитата, «отрезляющим» для тех, кто считал, что вопрос о воссоединении двух церквей уже решен окончательно. Переговоры по сближению двух частей Русской Церкви ведутся уже не первый год. И ключевую роль в этом процессе играет никто иной, как сам президент России. В 2003 году он лично встретился с митрополитом Лавром и передал ему приглашение Алексея II посетить Россию. Напомним, что исторический визит главы РПЦЗ в Москву состоялся в мае 2004 года. В этом году Владимир Путин во время своего очередного визита в Нью-Йорк вновь дал понять иерархам, что объединение двух церквей – дело государственной важности и что он готов всячески, цитата, «способствовать этому процессу». По сценарию объединения, который предлагает Московский Патриархат, главной задачей процесса сближения является не только установление евхаристического общения, возможности совместно совершать литургии и прочищаться, но и установление полного административного единства, что по сути подразумевает подчинение зарубежной церкви Патриарху Алексию II. Ранее в коммунике, которое было разработано совместной межцерковной комиссией, этот план «сближения» был сформулирован как вопрос «о статусе русской зарубежной церкви как самоуправляющейся части русской православной церкви». Это означает включение РПЦЗ в состав русской православной церкви, но на правах широкой автономии, по примеру, автономной украинской, молдавской или эстонской православных церквей. Заметим, что несмотря на то, что переговорный процесс идет крайне медленно и некоторые зарубежные иерархи до сих пор весьма критично относятся к сближению двух частей некогда единой церкви, со стороны РПЦЗ продолжают звучать оптимистические прогнозы и утверждения, что единство Московского Патриархата и зарубежной церкви – дело чуть ли не ближайших 3-4 лет. Таким образом, прозвучавшее заявление митрополита Лавра, в котором он, наконец, определил свою позицию по вопросам единства между двумя церквями, красноречиво свидетельствует, что несмотря на желание Москвы форсировать процесс сближения, на данный момент перед участниками этого диалога стоит вопрос не об объединении церквей, а лишь об установлении нормальных церковных взаимоотношений. Премудрость Соломона 10.20 Итак, праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое, Господи, и единодушно прославили поборающую руку Твою. Пророк Осия 11.7 Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно. Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Меня судили по судам мирским, судили по епархиям, пропарили что надо. Читатель, это сам к себе прикинь, легко ли жить, когда тебе не рады. Иисус Своим нигде не обещал достаток и любовь властей церковных. Нас будут бить, злословить натощак, а после лбы крестить, не дрогнув бровью. Меня судили все, кому не лень. Католики, сектанты, мусульмане. Так издыряю или хитон, что не надень, когда ни грошика в разорванном кармане. До ныне судит коммунистов кодло, распроклятое, впавших от репрессий. Изыскивают, врут, нахально, подло, как у Иуды, пузо их не треснет. Но хуже всех церковные суды. Епископские, с жирным пересудом, у этих изверков бессовестных, где стыд. Иретиковым сектантам оболгут сугубо. Теперь вся сила, мощь у них в гнилых мощах, в чудачестве с опасным крестным ходом. Заморен ими люд слепой, зачах. И все изысканье морят с каждым годом. Вот обо всех об этих обольщениях я выскользался в книгах столько раз. Пытаются на то мне досадить хоть чем-то, что я раскрыл подделки эти беспрекрас. В епархиальной прессе, а также в интернете, кому не лень, плюют туда, где жизнь. Я так сужу по этим всем приметам, что Иисус грядущий где-то близ. Судите взвешенное на иных весах. Открытым оком книги злобе неподсудны. Мне 70 почти, давно я не под сам. За Библией полвека и в праздники, и в будни. 29 мая, 2008 год, Игнатий Лапкин.